всем привет ребят ну что настало время у нас прокачки одного из донатных героев которого можно получить путем доната в принципе можно получить из бесплатки это вольт дамы горгон здесь он называется вот такой вот герой герой очень интересный тем что он искрепляет в русских героев они не могут использовать свои скиллы по сути очень-очень интересный вариант когда-то он был мега имба на сегодня он честно говоря после выхода на краса стал такой себе после выхода огнекрылла стал вообще никакой и фрая там его шатает в общем много героев его начали шатать но он должен быть в любом случае у вас в алтаре почему потому что на пола по локациях от него очень офигенная помощь он ослепляет сразу несколько героев если видите у меня сейчас идет на десятки наносит вражеским героем ослепление на полторы секунды также наносит офигенный урон плюс имеет 96 процентов крита шанса крита что не очень мало полдаун 5 секунд все всего лишь имеет иммунитет к стану и страху на 12 там там еще увеличивается его параметры вот это на мое мнение на усмотрение самые оптимальные варианты это бастион жизнь плюс урон либо священный войн жизнь плюс деф то есть это два оптимальных таких варианта можно ставить огненную защиту еще можно каменку там на урон собирается грубой силой с фактом но если вы хотите универсальности чтобы он у вас выживал то именно два таких таланта жизни у героя не так уж и много как видите атака тоже небольшая но принципе атака ему не особо и нужно так давайте ремочку поставим и пойдем потестим так ангела и идем в экспедицию для начала посмотрим там так это подземки у нас посмотрим там на это все дело решил его прокачает думал в конце прокачивать там донатные герои многие попросили прокачать вольта рассказать хотя кто его не видел так выпускаем вот так он бьет видите знак вопроса то есть это у нас ударил смотритель вот так его скин выглядит ну как видите урон довольно таки уже неплохой часы конечно выберу еще выберу скин я говорю беру скинув беру смотрителя посмотрите на урон то есть уже уже неплохо как видите шанс крита без эволюции тоже неплохой герой дальник летающий в общем неплохо смотрится вот почему баста я вам же рассказал по талантам рассказал рунами ремочку ставите можно с ремкой собрать на урона у вас честно говоря не будет поэтому если вы уже донат то у вас должна быть по-любому ремка так ну что поехали делать эволюцию так успешно по давайте сейчас сделаем агментацию уже расскажу что по чарам что по созвездиям так агментация сделана ослепление вот так вот 4 по чарам конечно же победный выпад плюс 25 процентов урона плюс отражалка меньше будет урона получать плюс одна клетка это надо смотреть по клеткам чтобы не было парного количества передача энергии доспех для выживания также на архидемона либо ассасина либо перомага какие еще варианты есть все варианты в принципе ему как бы близки он дальник можно поставить этот талантик можно не дамагание поставить то есть проклятое поле но самое оптимальное это собирать его на максимальный урон в любом случае он убьется у вас либо его убьют но лучше чтобы он чем побольше дамага нанес когда будет ослеплять так с этим мы разобрались сейчас послевая в него книжечки у меня там жабка появилась и даже не видел как-то так быстро за жабка кул смотрите какая жабка за 20 отлично так хорошо с этим разобрались смотрим дальше созвездия давайте так созвездия по созвездиям можно собрать на уклон будет дольше в пвп локациях выживать можно собрать на крит дома вот мы сейчас попробуем с вами собрать на крит дома не шанс крита именно шанс увеличение урона открыто уклонение остается я же говорю для него сам либо вам собирать на жизнь ну смысла не вижу герои атакующего плана жизни у него все равно много не будет вы не спасете единственно если у вас там доспех ничего себе ну ладно я уклон соберу холи вы так просите в любом случае потом будем его переделывать так атака крит урон все зависит конечно от локации где вы хотите многие его использовать на архе по локациях то есть в некоторых моментах он нужен будет вам на древнем испытании то есть вариантов применения много до герой уже не тот в любом случае он должен быть как видите у нас иногда бывают реанимируют стареньких героев на сегодня конечно он уже там даже той же самой битве гильдии не не настолько актуален ну я вам скажу можно им трешевать мы попробуем следующую бога вместе с арой что-то интересное придумать точность уклонение 4 крит резистном но принципе он не особо тут нужен сейчас и хотят как видите издеваются далее изначально два уклонения и все что-то ну окей так хорошо потом мы дойдем когда будем уже всем прокачивать созвездия все остальное tags поменяем ему это все на правильное русло так окей делаем эволюцию так отлично на шнобу минотавр уже скоро у него будет тоже 12 судьба будет интересно все-таки что же они ему добавят насколько он у нас станет им было так отлично есть быстренько мы сегодня справились отлично что мы имеем на максималке 205 тысяч жизненные так уж и много 201 бонусом 9 409 бонуса принципе довольно таки неплохо потом прокачаем на 12 поехали посмотрим на него изначально в рейде неплохие герои посмотрите как он их у кого-то стоит а там же шуна ссура видите какая отражалка об хранителя то есть он убивается в таком случае очень быстро все об отражалку он будет убиваться у вас поставите ему на урон еще талантик там пакты либо на башку там другой какой-то вариант он у вас еще быстрее убьется идем в экспедицию если вы заполнили циферки можете их посмотреть перемотки мы сейчас попробуем увидеть урон который уже у нас на эволюции в принципе я смотрю по сути ничего не поменялось практически 50 60 к обычный 70 ну 179 ну то есть вот такой вот вариант вот так вот поехали на арену для арены неплохой создать команду душик у нас убрал энергию ну вот он ослепление наложил и такой глазик перечеркнутый вот срабатывает его скин то есть герои по нему не попадает его полностью ослепляет он не совет вот посмотрите как крит проходит по поводу крита вопросов никаких нет 96 процентов это фактически всегда срабатывает крит четыре с пяти секунд он будет у вас критовать поэтому крит можете ему даже не ставить а вот урона в принципе ему не помешает никогда так ну давайте еще одного попробуем напротив ворожая 11 ну отлично посмотрим кто кого ну вот видите ворожай даже не успел отхилиться по сути по скорости атаки не особо у него там большая скорость атаки его самая основная задача это в пачке просто заблокировать все герои мне дать им там зайти техни и скиллы ударить то и чтобы ваши герои ударили первыми так с этим мы разобрались поехали дальше покажу вам его на подземках смысла нету там особо не будет древний я вам само собой его попозже покажу идем забытую вот забытая так да у меня уже используется к сожалению вот например вот осорик пусть будет его льда впереди вот есть человек с блочкой заблокировать его абсолютно реально повелитель бури вот видите мой осорик активировался сейчас ну конечно тут фрея он наложил на них изглепления не смогли заюзать свои скиллы соответственно мой осорик подбежал активировался но к сожалению тут против такой пачки конечно он тащить не будет но свою функцию выполнил смотрите на мою бабульку конечно крутая крутая она так давайте он давайте кстати против а я попробую тут у нас а стрелок включился вот опять же недостаток его если забирает энергии толку от него никакого у вас не будет если он успеет первому дарит да это будет жестко бабуля давай чуть-чуть не хватило давайте еще разок поменяем немножко пачки бабулька почти почти затащила хотя может вполне посмотрите чё она делает просто налегке так смотрим вот наложил молчание послевал героев сейчас если осури конечно включится дрейк нас убил да но тут у нас без вариантов череп с молчанием дрейк против осурика ну тоже как видите состав неплохой получился почти почти трешуют и унижают так рогатка давай не зря я тебя качал отлично так мы делаем его еще показать в лабиринте его использовать можно на архидемоне у нас уже тут нигде его использовать покажу вам на битве гильдий как он себя ведет вот видите бьет юнитов против фрэй фрэй 250 250 и его нет если можем поставить сейчас вот кстати потестировать вот такой вот вариант давайте отсюда начнем тут он будет получше держаться уже но опять же это до поры до времени но видите вон по нему проходит уже не настолько как там правда у нас руки фрэй нет давайте в забытую сбегаем там покажу ну выдерживает лучше урона так забытая опять фрэй а ну сколько можно ну вот посмотрите по урону держится он намного лучше но а разоблочим давайте обновим список список поехали единственная бьет он я не помню сколько у него там скорость атаки на 1500 по моему если не ошибаюсь или 1200 то есть некоторые герои быстрее срабатываю чему нет 1000 принципе неплохо вот поэтому такой вот героя пишите комменты что вы думаете стоит он в принципе уже не так как было раньше за 20 паков мы его вытаскивали но его надо иметь и он будет иметь в общем всем удачи всем пока